И дальше немножко осенняя. Уже который день подряд На даче плед, свеча и чтение. Хоть рукописи не горят, Горят черновики осенние. И летние трещат в огне, И зимние от жара плавятся. Но что поделать, если мне Все прежние стихи не нравятся? Но что придумать, чтоб ко мне Опять вернулось вдохновение? Чтоб не пришлось опять сжигать Черновики свои осенние? А сейчас небольшой сюрприз. Я хочу прочитать стихотворение, Посвященное Ольге Бурс. Она об этом не знает. Нет? Нет, оно уже было. Сметение. Вот имя для поэта. Из воздуха рождается строка, Как небо звездное, волшебно высока. И в волосах есть отголосок летом. Оттенок солнца ласковой волной Войдет в контраст С прозрачной голубиной Серьезных глаз. Но главное не это, А цельность исключительного сплава, Которые не страшны ни лезть, ни слава. А осень станет запросто весной. На Кипре, в Суматре, в Москве и в Париже Хочу быть отчаянно, огненно рыжей. Быть рыжей прекрасно и вовсе не трудно. И в целом приятнее, чем быть изумрудной. А может быть синий и даже лиловый? Нет, все же хочу по-осеннему Новый оттенком насыщенно медным светиться И радостью с каждым, кто хочет делиться. И последнее философское. Судьба-насмешница берет колоду карт Затертых и потрепанных на вид. И, приходя в неистовый азарт, Решает, кто сегодня будет путь. И ничего, не рушится земля, Узнав шестерку в платье короля. Спасибо большое, Вероника. И под ваши аплодисменты...